В последнюю субботу июня, в этом году 30 числа, леневцы отметили День поселка. Праздничные мероприятия по этому поводу длились весь день и закончились поздним вечером громким фейерверком. День рождения родного города для его жителей является одним из самых любимых праздников. В этот день как-то особенно начинаешь ценить его тихие зеленые улочки, дома, улыбающиеся открытыми окнами, тротуары, прогуливаясь по которым, вспоминается прошлое. В этом году Ленева отметил свой 44-й день рождения. Праздничные мероприятия по этому поводу прошли в новом парке. В этот день собравшиеся в парке люди чувствуют себя почти родными. Во всяком случае, любовь к месту, где они живут, объединяет и не только обобщающим определением земляки, но и своим отношением к поселку и его представителям. День поселка – это особый день. Это день признательности того, что наши с вами родители, наши с вами родственники в 65-м году начали строить этот поселок. Это праздник особенный, потому что мы сегодня сохраняем его, потому что предприятия, которые у нас находятся, работают, потому что мы сегодня понимаем свою ответственность. Ленева – это особая территория, это промышленная территория нашего района. Я сегодня говорю, что мы должны дальше развиваться, мы должны совершенствоваться, и мы должны, я имею в виду прежде всего власть, создавать условия, чтобы люди у нас могли отдыхать, могли действительно получить те потребности, которые им нужны. Хочу сказать, что на протяжении уже двух лет администрация поселка работает в программах «Комфортная городская среда» и «Придомовая территория». Мы за эти два года провели определенную работу, и прежде всего нас интересует то, что интересует вас. И все пожелания наших жителей мы стараемся реализовать, стараемся сделать так, чтобы нам с вами было совместно, удобно, комфортно и нормально жилось. С праздником! Дорогие леневцы, разрешите поздравить вас с этим замечательным праздником, днем рождения нашего поселка, и зачитать поздравления от имени управляющего директора Новосибирского электродного завода Алексея Александровича Спектрука. Дорогие жители Ленёва, от всей души поздравляю вас с праздником, с днем рождения родного поселка. С самого основания Ленёва было неотделимо от Новосибирского электродного завода. Они вместе строились, развивались, росли и переживали порой не лучшие времена, неизменно поддерживая друг друга. Мы дорожим этой тесной связью и по праву гордимся ей. В настоящее время поселок Ленёва устремился вперед. Мы все наблюдаем очередной виток его развития. Уже современное поколение местных жителей вписывает в его историю свои достижения. Трудом ваших рук, вашим упорством, мужеством, умом и талантом строятся дороги, жилье, формируется современная инфраструктура, возводятся объекты социально-культурного назначения. А главное, Ленёва остается все таким же уютным и родным уголком, который так дорог нашему сердцу. От всей души желаю всем ленёвцам от мала до велика здоровья, позитивного настроения и успехов во всех начинаниях, а поселку дальнейшего роста и развития. С праздником вас, дорогие жители Ленёва! За взаимодействие с посёлком и вклад в его развитие представители Навезо, Севантроцита, Разреза Восточного в торжественной обстановке приняли из рук главы посёлка благодарственные письма. Жители Ленёва, внёсшие свой вклад в развитие родного городка, также в этот день поднимались на сцену. Администрация Ленёва в честь празднования дня посёлка выражает признательность и благодарность за вклад в строительство и благоустройство посёлка заместителю главы рабочего посёлка Ленёва Емельяненко Александру Павловичу. Желаем успешного осуществления дальнейших планов, удачи во всех делах и начинания! Администрация Ленёва выражает признательность и благодарность за вклад в развитие здравоохранения на территории рабочего посёлка главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ленёвской районной больницы Смирновой Оксане Григорьевне! Желаем вам и вашему учреждению успешного осуществления дальнейших планов, удачи во всех добрых делах и начинаниях! В связи с Годом добровольца в России и в честь празднования Дня посёлка за многолетнюю добровольную поддержку общественных организаций старшего поколения, за активное участие и проведение мероприятий для детей, за вклад в благотворительность и общественную жизнь посёлка самые отзывчивые и энергичные представители получили свои заслуженные награды. Поздравления и подарки нашли своих обладателей в лице ленёвцев, проявивших себя и во всех других сферах – спорте, культуре, образовании и искусстве. Уважаемые ленёвцы, гости, приглашённые, конечно же, каждый праздник, каждый день рождения – это время подведения итогов и строить планы на будущее. И у нас в посёлке, конечно же, подводить итоги очень приятно, потому что за прошедший год сделано очень много, на следующий год запланировано ещё больше. От имени районного совета депутатов я хотел поблагодарить, конечно, в первую очередь ветеранов-заводчан, ветеранов-строителей, которые построили наш посёлок, ветеранов тех, которые занимаются сейчас общественной жизнью, да и всех общественников. Это и культура, это и спорт, в котором мы отдыхаем, они работают. Спорт сегодня защищает честь района наши спортсмены на Спартакеаде области. От имени районного совета депутатов и от имени местного отделения партии «Единая Россия» я хотел бы вас всех поздравить с этим нашим праздником, с днём посёлка, с нашим общим днём рождения, пожелать нашему посёлку процветания, а каждой семье счастья, улыбок побольше и, естественно же, маленькой прибавочкой к заработной плате, чтобы у нас был достаток в семье, тепло и уют. С праздником всех линьонцев! Совет депутатов Искитимского района благодарит за многолетний добросовестный труд, за вклад в развитие местного самоуправления в Искитимском районе, заместителя главы администрации по социальным вопросам рабочего посёлка Линёва и Шутину Любовь Александровну. Совет депутатов Искитимского района благодарит за многолетний добросовестный труд, за вклад в развитие культуры Искитимского района, директора муниципального кассетного учреждения культуры «Линёвский дом культуры» Филиппову Марину Петровну! Творческую, развлекательную часть празднования Дня посёлка обеспечивали местные коллективы. Все они в Линёва замечательные, своим талантом завоевавшие народную любовь. Их выступления уже воспринимаются как праздник. Своим мастерством блеснули вокальные и хореографические студии, юные и взрослые артисты, даря собравшимся отличное настроение. Закрываю глаза и мечтаю об одном. Пусть любовь приходит каждый дом, согревает светом и теплом, пусть надежда и сердце озарится. Новый день, новый шаг, он не завтра, а сейчас, когда свет нам приходит после ночи. Новый день, новый шаг, это музыка для нас. И спасёт, если ты захочешь. Одним из главных событий этого дня стал запуск фонтана. Долгожданный, а потому очень радостный момент для линёвцев. Фонтан действительно красивый. Он моментально стал достопримечательностью посёлка и любимым местом для встреч. Программу праздника продолжил концерт эстрадного коллектива «Сипстар-54». Ты можешь сказать, уходи И дверь из петель совать Захлопнув любовь изнутри Чтобы больше меня не знать Ты можешь бежать из себя На всех перекрёстках дня Да только куда ни свернёшь Везде ты найдёшь меня Народ от души веселился В пляс пускался и стар, и мал Так и должно быть на дне рождения Полюбившийся линёвцам Конкурс детских колясок Продолжил праздничную программу В этом году он получил название «Мультпарад» Во классно гарнизованной траектории Пута очень быстро преодолеть нашу трассу А победит только Пута Который сделает это наиболее быстро Быстрей, быстрей, быстрей Очень быстро поехали, надо заметить Это Назарис заявка на победу Да, юный водитель, очевидно, очень готов Конкурс колясок проводится в Ленёво ежегодно Начиная с 2001 года Нужно отметить, что это один из самых ярких моментов в праздничной программе Родители традиционно творчески подходят к созданию образа своего экипажа Поэтому коляски часто превращаются в эксклюзивные сказочные модели Хочется сказать, что год от года количество заявок на участие в конкурсе не снижается А напротив, растёт Что не может не радовать организаторов затеи После преодоления дистанции участников ждало подведения итогов Жюри отметило самых креативных и быстрых Но без подарков не остался никто Победителем, я думаю, что вы с нами сообразитесь В номинации «Бульк парад» Награждается коляска под номером «Три победа» И вручается комплект «Стул и стул для малыша» И победителем в номинации «Скоростное фигурное вождение» Становится коляска под номером «11» Пожалуйста, сюда Время прохождения дистанции 16 секунд 96 сотых И вот вам, где скоростного, замечательный самокат Подрастайте! День незаметно угасал А всё самое интересное ещё было впереди Молодёжная программа под знаком доброй воли Распахнула дверь в вечерний Ленёво Начинаем нашу вечернюю программу И посвящена она тем, кто молод, энергичен, полон сил и оптимизма В нашем посёлке проходит множество мероприятий С участием самой активной молодёжи Это те, кто, отложив свои дела, готов прийти на помощь тем, кто в ней нуждается Они чтят память о временах, опалённых войнами Участвуют в разнообразных акциях и праздничных концертах Вы спросите, кто же они? А я вам отвечу, конечно же, это волонтёры! Не зря! 2018 год объявлен годом добровольчества! И сегодня можно сказать, что быть волонтёром – это почётно! Доброволец! Звучит гордо! Волонтёрское движение среди молодёжи в Ленёво развито неплохо Со сцены были отмечены ребята из первой школы и гимназии Четвёртой школы и школы номер три А также из творческого объединения «Радушка» Эти ребята – постоянные участники поселковых мероприятий Активисты, гордость и надежда своего городка Впрочем, как и все выпускники ленёвских школ Их торжественное чествование последовало далее Одиннадцать лет они вспыхивали яркими искорками на уроках Блистали на контроллерах и зачётах Сверхали на школьных вечерах Теперь они будут сиять в большой жизни У каждой звёздочки своё имя! Редактор субтитров А.Семкин Музыкальный подарок выпускники принимают с благодарностью Подпевают и пританцовывают Под дружные аплодисменты на сцену поднимаются медалисты В этом году в ленёвских школах их шестеро Дети — это свято! Зная ещё по своей традиции, что окончание школы — это особый праздник Это праздник родителей, это праздник бабушек, дедушек, это праздник наших детей, это праздник учителей Я говорил всегда и говорю, что ленёво — это особая территория, где качество обучения наших детей находится на самом высоком уровне Это тот уровень, которому способен сегодня позавидовать и город Новосибирск и так далее и тому подобное Почему? Потому что те знания, которые показывают наши выпускники, они очень высокие Вы сегодня только услышали 100 баллов по русскому языку На район это один человек Это наша выпускница, это ленёвская В этот день я хотел бы пожелать нашим выпускникам найти себя в нашей жизни Найти своё дело, поступить в высшее учебное заведение Закончить его и найти дело по душе, чтобы это было на всю жизнь Чтобы это было радостно и родителям, по душе вам, но естественно никогда не забывайте школу По традиции мы всегда награждаем наших медалистов В районе у них у нас 16, в Ленёво 6 То есть хочу сказать, что по медалистам-выпускникам наша территория всегда находится впереди Помимо медали, ребят ждала ещё и денежная премия от администрации посёлка Приятный сюрприз Но сюрпризом для ленёвцев стало выступление самих выпускников Каждая школа представила своё Детство, детство, ты куда бежишь? Детство, детство, ты куда спешишь? Не наигралась я ещё с тобой Детство, детство, ты куда постой? А я хочу, а я хочу опять По крышам бегать, колыбей гонять Дротить Наташку, зорку за косу Нас сама хотим шаться по гору Это знаешь, совсем не дождь Это детство тихонько плачет Скоро ты навсегда уйдёшь Потому что нельзя иначе А с собой ты весну возьмёшь И забудешь про неудачи Это знаешь, совсем не дождь Это детство тихонько плачет За школьной партой легко мечталось За школьной партой любовь осталась А в коридорах не слышно смеха А в коридорах, мол, да это Музыка Субтитры делал DimaTorzok Неудивительно, ведь я, это ты в детстве Как так? Я просто попрощаться за шоу Возможно, мы еще встретимся в фотографиях и воспоминаниях Но я больше не смогу повториться Пообещай мне кое-что Все что угодно Никогда не теряй надежду Субтитры делал DimaTorzok У вас в руках разноцветные воздушные шары Это символ вашего беззаботного детства В котором было много хорошего И с которым, к сожалению, пришла пора проститься Пусть сегодняшний летний вечер Напророчит вам, милые ребята Вступающим в самостоятельную жизнь Ясную и спокойную судьбу Но о детстве отпустите в чистое безоблачное небо И прощай детство! Фабрика творческих программ продолжила праздничный вечер Феерия красок, чувств и эмоций ждала леневцев и гостей поселка Ты не заметил той слезы Что от обиды так горько Ты монолог моей души Рвешь в полу крик и нить танка Ты обвиняешь пустоту Ответ в глазах я промолчу Надену гордость как тату Плачу по счёту И по отрыву ходит душа Глаза закрыла и по щеке слеза По пенам льётся странная боль И я пустая горды огромная В течение двух часов гости праздника Наслаждались живым исполнением, юмором ведущих И приятными моментами с подарками После чего леневцев ждала дискотека Яркой кульминацией дня рождения посёлка Стал громкий праздничный салют Возвещающий о том, что Ленёва стал на год взрослее